Привет! Эээ, Трибор. Ну, Бантушечек, вышел новый ролик, называется, короче говоря, шахматы на выживание. И, если честно, я бы не хотел играть в них, особенно на выживание, потому что играю я крайне плохо и явно, явно я проиграю. Поэтому лучше не стоит даже приступать к такой игре. Ну, а ролик давайте посмотрим, уверен, он будет офигенный, как обычно. Погнали! Короче говоря, шахматы на выживание. Окей. Это было непонятно, Дельник. Нифига себе, музыка прям другая, совсем прикольно. Да, календарь 14 февраля, непонятно Дельник. Ха-ха-ха, окей. Я очнулся. Где я? Как тут оказался? О, да это же как будто бы какая-нибудь игра в кальмаров, прикольно. Где здесь можно купить шаурму? Ха-ха-ха-ха-ха, первым делом, когда ты просыпаешься, ты хочешь пожать шаурму. А почему именно шаурму? Хочу ролик. Так много вопросов и так мало ответов. Я находился в каком-то просторном помещении. Здесь была огромная шахматная доска с фигурами. Да, это, походу, блин, референс на Гарри Поттера. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. За спиной ко мне сидел какой-то человек. Он медленно повернулся. Лицо таинственного человека скрывала маска. Ну, ты чё, чувак, стесняешься, что ли? Покажи своё лицо, я же должен знать своего противника. Жуть. Он смотрел прямо на меня. Сердце ушло в пятки. За ним почки. Ха-ха-ха-ха-ха. Пятках уже места нет. Желудок. Уж очень хотелось шаурмы. Понимаю прекрасно, чё-то тоже ей захотелось. Набрал воздух и начал говорить. Я хочу сыграть с тобой в шахматы. А-а-а, чё у него такой голос странный? Ха-ха-ха-ха-ха. Фух, всего-то. Тогда ты меня отпустишь? Ну, если выигрыш, да. А если нет, то я тебе грохну. Конечно. Хорошо, а на что играем? На твою жизнь. А почему именно на мою? Давай на твою тоже. Что? Я побежал к... А зачем голову вот так вот наклонил? Ха-ха-ха-ха-ха. Выходу я дергал ручку. Дверь не поддавалась. Выбей её ногой. Я дергал ещё раз, она всё равно не поддавалась. А ты чё, думал, она откроется, что ли, со второго раза? Нет, так дела не делают. Это так же, как проверка холодильника каждые полчаса. Понимаю прекрасно, только каждые пять минут. А сама по себе там не появляется. Ничему жизнь меня не учит. Я спросил человека, зачем ему это нужно. Он сказал, что хватит вопросов и достал пистолет. Какие пистолеты? Ты чё, чувак? Мы же играем в шахматы, а не в рулетку. Жесть. Маньяк сообщил, что первый ход за мной. Да с какого фига я должен играть на свою жизнь? И что я выиграю, если вдруг выиграю? Человек сказал, что если я одержу победу, он даст мне шаурму. Бежка, е... Серьезно? Всего лишь шаурмует и решил сразу играть. Два, три, четыре. Этот псих подошел к доске, поднял ее и отставил в сторонку. Подошел к шахматной доске, у меня тряслись руки. Маньяк сходил в Д7, Д6 и перевез взгляд на меня. Когда-то давно в детстве я ходил в шахматный кружок в школе. Мой учитель по шахматам... Я только знаю, как шахматы ходят, но абсолютно не умею ничего предсказывать наперед. Очень сложная игра. Если вы умеете, напишите в комментариях, как вы классно играете или нет. Я всегда говорил, что это еще обязательно пригодится мне в жизни. Но я так полагаю, что он имел в виду вовсе не это. Сейчас, по идее, это и правда должно будет помочь мне выиграть вкусняшки. В смысле? В смысле? В смысле свою жизнь. Да, вкусняшки оказываются у него на первом месте, главнее, чем даже жизнь. В смысле, реально он же может сейчас это просто сожрать, слона, нет? А теперь ему капец. Забрал его слона. Маньяк стал психовать. Серьезно, он что даже не знал? Быстро топал ножками и ругал себя за глупый ходом. Ну-то я заставил его нервничать. Пока мы играли, я решил заговорить с ним. Спросил, почему мы играем именно в шахматы. Он сказал, что это его любимая игра. Любимая игра, в которую играть ты не умеешь, так понимаю, да? Круто, если бы он любил догонялки, мы бы сейчас тут носились друг за другом. Он сказал, что мы, между прочим, знакомые. Что? Да ладно. Ну, этот маньяк вовсе не похож. Так кто же это? Ведь кроме Ромы у меня же совсем нет знакомых. Да, вообще, я согласен. Только Ромы, больше никого нету. Спросил, почему мы играем на мою жизнь. Он сказал, что самое ценное для меня это шаурма и моя жизнь. Так, ну, может, давай тогда будем играть на шаурму? Давай поиграем на то, чтобы я никогда шаурму больше не ел. Мне кажется, это, ну, как бы... Я совсем быстрее расстанусь, нет? Шаурму играть не так интересно. По-моему, очень интересно. Вот же псих. Как он мог подумать, что жизнь это самое важное? Серьезно? Он съел моего коня, ферзя и две пешки. Нифига себе, что-то как-то много он съел за один ход, нет? Я был в мученстве, поэтому напрягся. Надо начать блефовать. Я взял пешку и через всю доску съел его короля. Не понял смысле блефовать. Это что, это не та игра? Так пешки не ходят. Он сказал, что блефовать я не умею. Это как-то очень странно. Но это в стиле вантуевчик. Добавил, что еще одна подобная выходка и пуля сразу отправится в то место, которым я думаю. Мне стало страшно. Наверное, неприятно доставать пулю из задницы. Я так и думал, что он над этим тоже пошутит. А я думал, я только один думаю жопой. Придется играть по правилам. И вот мы играем уже третий час. Нифига себе, что-то как-то слишком долго. Так, не понял. Я взвесил каждый свой шаг. Ладно. Но это какая-то очень странная сложная шутка, как мне кажется. Я занервничал. Но тут увидел идеальный ход и поставил ему шаг. Офигеть, я сам от себя такого не ожидал. Ну так он сейчас просто отойдет и не будет уже шага. Он увел короля в сторону. Спустя 15 минут уже он поставил мне шаг. Опа-опа. Отошел в сторону. Он съел мою пешку. Какой пожарливый у нас. Да, я бы тоже съел ее. Что-то у тебя всего лишь три пешки. Королева и король, да? Или мне кажется? Походу да. А нет, подождите. Это слон, а то не королева. Сейчас убью. Сейчас ты проиграешь и я тебя грохну. Даже не надо меня несколько раз будет просить. Убей это все. Это была метафа, чел. Не поднимай, пожалуйста, его. Это была шутка. На доске две мои пешки, один слон и король. На его стороне конь, три пешки, слон и король в самом углу. Идеальная ситуация для мата. Ну я промолчал. Подрубил логику. Если я оставлю эту пешку на месте, то он ее съест. Если скажу ей вперед, ему конец. Реально что ли? Я могу выиграть всего одним последним. Подожди, а как ты собираешься? А, не, все нормально. Так, окей. Подожди. Если он пойдет вперед. Как он... А как? Не понимаю. Что-то странно. Почему конец-то? Не понимаю. А как это работает? Котом мое сердце заколотилось как бешеное. А желудок... А, у нее же белый, что-то торможусь. Так. Лучше перепроверить все еще 20 раз. Подожди, если... А разве король не умеет кушать пешки? Будет очень тупо, если я просчитался. У маньяка начали трястись руки. Ага, видимо понял, кто тут папочка. Я переместил свою пешку на соседнюю клеточку. А разве пешка обратно не ест? Я просто, по-моему, обратно пешка тоже ест. Раз нет? Шаг и мат. Маньяк схватился за гол... А почему? А разве черная пешка не скушает его обратно? Что-то... Либо я играть не умею, либо... Что-то здесь неправильно. Я принялся психовать. Это продолжалось в чем несколько минут. Вскоре он успокоился и вручил мне шаурму. Спасибо большое. Ой, я тоже хочу шаурму. А мне можно тоже, пожалуйста? Затем направил на меня пистолет и нажал на курок все. Жизнь пролетела перед моими глазами. А это была всего лишь зажигалка. Стрела не последовала. Так он был не заряжен. Это все был большой развод. Ну хоть шагуха-то настоящее? Я откусил. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вроде настоящее, да? Пуснятина. Если человек сорвал с тебя маску. И кто же это? Это был мой учитель по шахматам из школьного кружка. А нафига тогда он тебя не понял? Зачем он тебя проверял? Вот оно что оказывается. А-а-а-а. Тебе пригодятся эти знания, потому что я тебя в будущем буду проверять и попытаюсь грохнуть. Говорил же я тебе, что пригодятся шахматы в жизни. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Короче говоря... Не пригодились бы, если бы ты не занимался подобной чушью. Шахматы на наживание. Поставь лайк и подпишись на наш канал, и тогда точно выживешь. Шутка. Просто нам будет очень приятно. Не, на самом деле, прям очень хороший ролик. Я, если честно, немножечко даже в напряжении продержался. Но вот последний шах и мат. А разве... Я просто не знаю. Я знаю то, что пешка, по-моему, ходит только вперед. И все. Назад, типа, не ходит, если я не ошибаюсь. Может, ошибаюсь. Но, а разве она не рубит назад? По-моему, рубит. Что-то... Блин, я немножко запутался. Короче, если вы шарите по шахматам, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Ну, а ролик получился офигенный. Лайкусики я уже поставил. Огромное спасибо вам, тушечкам, за контент. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенцы. Снимите рисующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Reborn. Спасибо за просмотр. Пока.